Здравствуйте! В эфире программа «Первый среди равных». Мы рассказываем о лауреатах и номинантах областно-общественной акции «Народное признание». Сегодняшняя история из Клявлинского района. Наша героиня Раушания Сидорова, мать 18 детей. 16 пар детской обуви, 16 курток и 16 шапок. Столько же зубных щеток. И это не детский сад, а дом семьи Сидоровых. Самой обычной семьи, как они себя называют. Он тянулся так далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. А за садом простирался прекрасный лес с высокими деревьями и глубокими озерами. У нас всегда все одинаково было. Нет такого, чтобы одному больше, другому меньше. Всегда всем все одинаково. Когда я не жила в этой семье, то есть только слышала о ней, ну в нашей деревне, вот, я как-то себе это не представляла. Как вообще такое может быть? А когда я сама в эту семью попала, то я считаю, что здесь ничего такого необычного нет. Вот для меня это в порядке вещей. То есть я не замечаю, что детей дома много. Для меня вот это нормально. Когда рассказываю кому-то, знакомым своим подругам, они тоже, конечно, в шоке. Рушание Сидорова супругам никогда не могли подумать, что их дом будет звучать столькими детскими голосами. Растили двух сыновей, но всегда мечтали о дочке. Завести еще одного ребенка не позволило здоровью. Но мечта жила, и сама судьба воедино сложила обстоятельства. Супругам предложили приютить на несколько месяцев девочку, но сразу предупредили. У ребенка большие проблемы со здоровьем. Для меня девочка-то волосы были, там косички, что-то так вот, платьишки. А она, оказывается, возле нас стоит. Ей 10 лет было, но она ростом маленькая, вот горб. И стоит она, улыбается, вот сейчас прямо перед глазами до сих пор, это момент я помню. Она такая, у нее глаза большие, красивые. Когда улыбается, она вообще такая красивая. Но вот инвалид. Ну и мы вроде, а я прям потерялась. Я там сдержалась, я говорю, Валер, я не смогу. Он говорит, ты что, мы обещали, ребенок ждет, все, однозначно уберем и все. Эта девочка стала первой дочкой в семье Сидоровых. Так детей стало трое, шло время, но Раушанья все-таки хотела маленькую девочку. И еще один крутой поворот судьбы. Вместо одного ребенка в семью пришли двое, брат с сестрой. Мы, естественно, их взяли, а одежды-то нету. У меня Валера остался с ними в машине, а я побежала покупать все. И он мне звонит и говорит, рай быстрее, я не могу, они меня сейчас вместе с машиной здесь перевернут. У нас машина вот там, говорит, куда она уходит. Все, мы там, я быстрее, все, первое необходимое, и уехали мы. Мама всегда с нами как-то проводит беседы, ну, чтобы объясняет нам все, показывает, например, их жизни. То есть, вот, даже в других семьях, мне кажется, такого нету. И вот, от мамы очень хорошо доходит, она все так разъясняет, с ней можно душевно поговорить. Мама учит, чтобы везде был, я помогал всем, за слабость защищался, в сарае работал, с папой часто хожу, забор делаю. И опять же думали про маленькую девочку, все думали, думали, и решились опять, когда уже с этими вроде все нормально у нас, мы посоветовались, вроде не против они тоже, давай, мам, давай. Мы поехали, опять же, вроде документы собрали, опять ищем себе. Нам предложили на Карла Марса девочку и сказали, мы показывать ее не будем, пока вы не посмотрите, у нее есть брат, если брата возьмете, то девочку отдадим. И опять взяли двоих, у мальчика оказались проблемы со здоровьем, но даже это супругов не испугало. Врач нам говорит, зачем вам надо, не связывайтесь, вот с этим мальчиком не связывайтесь, там, пожалеете сильно. Ну, мы решились, вроде думаем, ну, а так вот и она пропадет, из-за него как-то будет это все тянуться. Так семья стала расширяться промышленными темпами. Раушане с супругом нашли общий язык, даже с так называемыми отказными детьми. Тем, кого несколько раз возвращали в приют, они смогли объяснить, что такое семья. Раушане лучше всяких психологов знает, как найти подход к приемным детям. Когда я приехал, я вообще ничего не умел делать. Я привык вот на диване там лежать, с мальчишками бегать по улице, а тут папа, отец у меня был, а в той семье отца не было. Папа всему научил, как гвоздь даже элементарно забить или что-нибудь починить. И братья тоже учили. Я, конечно, сначала тоже свой характер показывала, но мама тут как бы открывала все, ну, возможности там всякие. Вот. Ну, она мне, в общем, прийтила, и все хорошо так стало. Я привыкла сразу. Сейчас у Раушани 16 приемных детей и двое родных. Старшие сыновья завели свои семьи. А в местной школе в каждом классе есть воспитанники Сидоровых. Вот говорят, как столько, вот столько, а вот столько лучше, чем один. Вот когда один, мне кажется, это буждотошно его. Ой, не туда села, ой, ты не так одела, ой, ты так не так там сделал, не так сказал. А тут на такие мелочи обращать даже, наверное, и внимание, что вот, ну, некогда просто. Пока мы учились. Я заступался, допустим, за Светкой, мы вместе учились. Эти же сейчас так же научены, они, если что-то между собой, они там сразу друг за друг гора. Их там не трогают, знают, потому что нас много. У нас все по цепочке старшего обидели, мы будем там. Они всегда держатся вместе, так заведено в семье. И все дети ласково называют Раушанью мамой. День Сидоровых, как и во многих домах, начинается рано. Младшие могут поспать подольше, старшие собираются в школу. Завтрак, обед и ужин по расписанию. Готовить приходится три раза в день на 16 детей и двоих взрослых. Кто-то очень любит манную кашу, поменьше которой, а большие любят там, ну, что-то другое. В обед я обязательно, вот, например, первое-второе, у меня маленькие дети едят обязательно и первое-второе. Тут не обсуждается им побольше, и они прям с хлебом, это все. А большие, они же у меня фигуристые уже, как бы этот, ой, маму, это. Они посмотрят, что здесь, что здесь. Мы вот это себе раз, сколько надо. И поели, со школы пришли. А вечером опять, опять же, на обсуждение, что будем. Закупаются на продуктовых базах. Кладовка под завязку забита запасами. В огромных пакетах стоят крупы, макароны. И, конечно же, главное лакомство – сладкое в ассортименте. Печенье разных сортов. Печенье, 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 там печенье. Тут-то майонез, туалетная бумага там. Еще, думаешь, у нас ее тоже очень много бывает. Все проблемы и неприятности никогда не выносятся за порог. Хотя непростых моментов более чем достаточно. Сложно отучить взрослого ребенка от его плохих привычек. Сложно перевоспитать. Сложно решать проблемы со здоровьем. Сложно, но можно. Маленький Матвей до встречи со своей мамой Раушаней три месяца пролежал в больнице. Ребенок переживал, что его не приняли в другой приемной семье. У него руки, ноги были, вот такие волтери прям были. А между пальцами, да мясо прям, у него кровь сочелся. Чуть он вот этот, у него кровь оттуда шла. И на ногах было так же. Я не знаю, как он ходил, когда мы сняли вот с него это все. Это было страшно просто. То есть за руки я его боялась даже взять. У нее очень большая душа. Вот, и не каждый человек же возьмет столько детей. А ее души вот хватает на всех. Вот мы приезжаем, у нас еще, так называется, круглый стол. Мы садимся за большой стол. И вот не когда вот кушаем или так далее, а вот разговариваем. То есть сидят и маленькие, и взрослые дети. Мы обсуждаем новости, которые у нас за неделю произошли. Самые большие проблемы, это когда вот люди говорят, вот, набрали детей из-за денег. Я иду на улицу и улыбаюсь. Как дела? Хорошо, у нас все всегда хорошо. Дети у меня хорошие. И теперь уже говорят, ну, конечно, у тебя есть и блат. Там по блату надавали тебе самых хороших детей. Все они на тебя все умеют. А чтобы все умели, сколько мы с ними. Мы с ними всегда все вместе. Мама всегда добрая. Она нас вот только за дело ругает. Вот. И там про уроки мы ей все оценки всегда говорим. Убираемся с мамой. Помогаем маме. После школы мы делаем уроки. Когда сделаем уроки, играем. Вот. В конструкторах, в игрушке. В своих детях Рушаня нашла самое главное признание. Быть мамой и дарить свою любовь. Жить так, как есть. И получать от этого большое удовольствие. Вот они, вечерние процедуры, идут и сразу. Мам, спокойной ночи, спокойной ночи. Мы уже вот тут вот разруливаем. Кто наверх пошел, кто вниз пошел. Оббежал, посмотрел, все нормально, все лежат. Больших еще больше, чем маленьких приходится. Правда, контролируют. Телефон надо отбирать. Иначе не спят до полночи. А потом в школе результат какой будет. Зевать начнут. На Новый год. Здесь вообще 2-3 стола, наверное, собирали. Много народа. Так же, считай, еще и друзья. Гости приходят так же. Крестные у них у всех. Много народа вообще. У нас праздники бурно проходят. Если даже у меня есть необходимость подумать просто даже о чем-то в тишине. Я лягу и так делаю вид, что глаза закрою. Кто-то один придет, посмотрит. У меня глаза закрыты и бежит. Я слышу. Тише. Мама спит. Тише, тише, тише. Подзывочки. Большие успокаивают. Младших тут не обсуждается. Они могут любыми методами их успокоить. Вплоть до того, что книжки взяли, все читаем. В выходной день по традиции Рушаня навещает свою первую приемную дочь Светлану. Ту самую, которую они взяли на несколько месяцев и связали с ней всю жизнь. Вместе справились с болезнями. Вместе отучились и успешно закончили школу. Вместе добились собственной квартиры. Я считаю то, что многим из них повезло. Но они, наверное, потом постепенно осознают вот это все и поймут. Чтобы у детей было все хорошо. У своих, у приемных. Про это думаем пока. Что такое счастье? Чтобы дома все здоровы были, вот и счастье. Одной быть счастливой невозможно, наверное. В 2015 году Рушаня Сидорова становится номинантом областной общественной акции «Народное признание». Она награждена почетной грамотой губернатора Самарской области. Благодарственным письмом департамента по вопросам семьи, детства, материнства Самарской области. А также другими дипломами. Но самая важная награда – любовь всех ее детей. На 16 приемных Сидорова не думают останавливаться. И очень хотят маленькую дочку.